Главное событие недели, конечно же, празднование Дня Победы. Неприветливая погода, которая до сих пор царит в нашем регионе, не помешала отметить главный праздник весны весело и масштабно. Парады, митинги, торжественное возложение цветов к памятным местам. Все прошло красиво, пафосно, как должно быть. А еще спортивные рекорды в честь Дня Победы, выступления артистов на уличной сцене, угощения ветеранов кашей с тушенкой из полевой кухни, праздничные салюты. Но ключевой момент празднования 9 мая в наши дни это шествие бессмертного полка. Он гордо прошагал по всем муниципальным образованиям Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 40 тысяч человек в первом случае и 8 тысяч во втором. В столице региона, по последним данным, в ряды бессмертного полка встало 15 тысяч человек. Было 20 колонн, например, медицинская рота. И впервые в этом году международная рота участников северных конвоев. Их фотоизображения несли курсанты морского института имени капитана Воронина. А в Вельске в преддверии Дня Победы в 15-й раз прошла патриотическая акция «Автопробег молодежь ветеранам». Суть ее проста. Группа активной творческой молодежи едет по деревням района, возлагает цветы к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, а затем дает концерты в сельских клубах и ДК. Автопробег давно стал доброй традицией. Приезда ребят ждут, к ним готовятся. Так было и в этом году. Еще одно заметное событие первой декады мая в Архангельске – 72-я майская эстафета. К ней серьезно готовились и спортсмены, и организаторы. В результате все получилось. На старты вышло рекордное количество участников – более 2000 человек, 212 команд. Состязательный дух поддерживали бодрые песни из динамиков и напутствие первых лиц города и области. Так что холодный ветер, около нулевые температурные отметки и положенные дистанции бегуны преодолевали стойко – дошколята, школьники, студенты. Лидеры в каждой группе выявлены и награждены. В Новодвинске на этой неделе внимание родителей было приковано к открытому областному турниру по флорболу «Волшебная клюшка». Его участники – пять лучших команд воспитанников детских садов из Новодвинска, Северодвинска и Архангельска. Одной из самых интересных игр в серии стала последняя встреча между Новодвинской двиной и Архангельской барракудой. Дети по очереди проводили жесткие атаки ворот противника, но в середине игры новодвинцы взяли инициативу в свои руки и начали забивать голы один за другим. К концу первого тайма счет 6-2 в пользу двины, за второй тайм еще шесть мячей в воротах барракуды. Это было красиво. Однако в сумме очков за турнир Новодвинская двина заняла четвертое место. Золото увезли с собой дошколята из Архангельской искры. А Котлас на этой неделе гордится достижениями своей девушки-стрелка Елизаветы Абрамовой. Она отлично проявила себя на областных соревнованиях по пулевой стрельбе. Соперниками Лизы были три десятка спортсменов-разрядников из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Приморского, Плесецкого и Устьянского районов. Но воспитанница котловского тренера Владимира Топорова Елизавета Абрамова вошла в призовую тройку. Это заметный результат, поскольку стрельбой девушка занимается всего два года. Коряжма протестует против закрытия родильного отделения в городской больнице. Информация о возможной реорганизации учреждения появилась в соцсетях и начала бурно обсуждаться. В продолжении дискуссии – митинг протеста, на который коряжемцы вышли целыми семьями. Их поддержали некоторые депутаты и общественники. Горячие выступления митингующих, красноречивые лозунги – все это говорит о том, что жители почти 40-тысячного города не понимают, как они останутся без собственного родильного отделения, когда беременным женщинам придется ездить рожать в Котлас за 40 километров. Под резолюцией подписались 617 человек. Подписные листы отправлены к главе региона Игорю Орлову и полпреду по северо-западному округу Владимиру Иивлеву. Северодвинская звездочка на этой неделе представила миру новое океанографическое судно «Академик Александров». В торжественной обстановке состоялся вывод корабля из Элинга. Предназначен красавец усиленного ледового класса для проведения морских исследований, поисково-спасательных операций, дно углубительных работ, буксировки и транспортировки военной техники. А еще «Академик Александров» может поднимать затонувшие морские объекты, в том числе представляющие экологическую опасность. Судно строится по заказу Министерства обороны России. Закладка состоялась в декабре 2012-го, передача заказчику после ходовых испытаний запланирована на конец 2018-го года.